Сегодня с Божьей помощью мы начинаем новый недельный раздел Торы на Ейшев. Главная тема всего этого раздела – семейство Якова. Если в прежних главах мы учили о том, как Яков создавал свое семейство, как ему приходилось бороться со всеми трудностями на пути, наконец вот он приходит, казалось бы, к мирному, спокойному существованию, в котором он может развивать свою семью. Но выясняется, что происходит совсем все не так, как хотелось бы, только на этот раз проблемы возникают не внешние, ему не нужно больше бороться с внешними врагами, а проблемы возникают в самой семье. Ссора, вражда, которая возникла между его сыновьями, между Юсефом и его старшими братьями, которые в конечном итоге приводят к тому, что сначала Юсеф попадает в Египет, а вслед за ним и все остальное семейство, это содержание всего Хумаша-Берешит до его конца, и только с начала Хумаш-Мод начинается история исхода из Египта. Цель всего этого престолования в конечном итоге привести нас к созданию еврейского народа и к его заселению страны Израиля. Вот начнем прямо текст с самого начала. «И поселился Яков в стране пребывания своего отца в земле Кинанской». То есть, после того, как он прибыл к отцу, закончились все его скитания, он ушел от Лавана, ушел от Исава, разобрался с жителями Шхема, теперь вот он поселяется там, где жил все время его отец. Вот «Бытие Якова». Здесь достаточно трудно решить, что имеется в виду в этом стихе, возможно перевести его по-разному. Либо вот «Бытие Якова», либо вот «Потомки», «Потомство Якова». Но об этом мы поговорим отдельно. «Семнадцатилетний Йосеф пас скот вместе со своими братьями, а он отрок сыновьями Бильги и сыновьями Дзилпы, жен его отца. И доводил Йосеф худые слухи о них до отца их. А Израиль любил Йосефа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости и сделал ему разноцветную рубашку. И увидели его братья, что отец любит его больше всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И приснился Йосефу сон. И он рассказал его своим братьям, и они еще более возненавидели его. И сказал он им, выслушайте сон, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы среди поля. И вот поднялся мой сноп и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились ему. И поклонились мы ему снопу. И сказали ему братья, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь ластвовать над нами? И еще более возненавидели его за его сны и за его славу. И приснился ему другой сон. И он рассказал его братьям и сказал, я видел вот сон, что вот солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал своему отцу и своим братьям. И отчитал его отец и сказал ему, что это за сон, который тебе приснился? Неужели придем я и твоя мать и твои братья поклониться тебе до земли? И завидовали ему братья, а отец запомнил это. Вот это первый отрывок, в котором Тора и разворачивает события, как возникает, как зарождается ссора, как возрождается вражда между братьями. Начнем разбирать уже текст с самого начала. Самое первое слово уже вызывает вопрос, уже вызывает некоторые сложности. По-русски. Ну, в общем-то, и по-русски тоже можно увидеть. И поселился, так мы перевели, и поселился Яков в стране пребывания своего отца. И поселился. По идее можно было бы сказать по-другому, что Яков жил. Он стал жить так, где человек живет. Где он живет? В стране, где жил его отец. В том месте, где жил его отец. Он поселился. Но, честно говоря, по-русски еще сложность здесь не такая вопиющая. Потому что, так тоже говорят, безусловно, это вполне принятое выражение в русском языке поселиться там, где жил его отец. Хотя можно и жить там, где жил его отец. Но вот на языке оригинала это уже куда более серьезный вопрос. Потому что там вместо формы принятой, как, например, сказано в дальнейшем о Якове, когда он жил в Египте, там не сказано, что он поселился в Египте. Там сказано, что он таки жил. А вот здесь ваейшев. Ваейшев. Слово ваейшев происходит от слова становиться милошебель. Что означает где-то поселиться, усесться там, расположиться там, а во-вторых, второе значение, второе значение этого слова, есть такое выражение ешувдат, когда человек находится в состоянии покоя. Покоя, будучи спокойным, он может спокойно рассуждать, он может спокойно жить. Это совсем другой образ жизни, очень не похожий на тот образ жизни, который до сих пор вёл Яков, находясь сначала у Лавана, затем в пути. Итак, почему здесь упомянуто именно вот это слово – ваейшев. Раши даёт два объяснения. Первое объяснение такое. Раши, если мы посмотрим внимательно конец предыдущей главы, то там коротко рассказывается о том, как брат Якова Исаав, о том, как он поселился, где он поселился. Прежде всего, в том факт того, что он оставил, он ушёл из страны обетованной, рассуждая просто для того, чтобы, зная, что по условиям договора, по условиям союза между половинками потомству Авраама, правда, полагается владеть землёй Кнанской, святой землёй. Но это только при условии, что они будут на протяжении многих лет чужаками в земле чужой, будут пришельцами там, будут их там и пропащать, и угнетать. В общем, нужно было отработать за то, чтобы быть, за то, чтобы иметь право владения святой землёй, нужно было отработать и довольно серьёзно. Исаав решил, что это не для него. Он готов, он не готов на состояние пришельца, а уж тем более на рабство где-то в других местах. И поэтому он готов пожертвовать страной Израиля. Он уходит. Поселяется он на территории сегодня Южного Негева и и соседних областей Иордании, район Петры и вокруг. Там он поселяется и коротко возъясняется, как это было, на ком он женился, какие у него были дети и как они расселились. Всё это вполне вошло в одну главу. А вот с этого места и поселился Яков в стране пребывания своего отца начинается история расселения Якова. Правда, эта история очень длинная. Да потому что расселение это закончится только, когда еврейский народ выйдет из Египта, пробудет 40 лет в пустыне, завоюет страну Израиля и после этого в ней расселится. Это не только что содержание всего Хумаша до конца, но это ещё и целиком книга Иошуа со всеми её главами. Так что история довольно длинная. Так именно пишет Ираши. «Описав расселение Исава и его потомков коротко, очень-очень наконично, потому что они не столь уж значительные и важные для того, чтобы уточнять, как, каким образом они селились, как они были там свои войны. Всё это даётся коротко. Тора же она не книга по истории. Если бы это была книга по истории, то очевидно, и историю сыновей Исава рассказывалась бы она подробно. Но Тора – это не книга истории, поэтому всё, что касается Исава, это даётся очень наконично. Вот после этого Писание подробно начинает говорить о расселении Якова. Поэтому она не говорит только о том факте, что Яков жил, проживал в том месте, где жил его отец. Отсюда начинается история поселения, расселения потомков Якова и его потомков, обо всём этом ходе событий. Почему о них подробно? Потому что понятно, почему. Потому что они, фрейский народ, они-то и важны Всевышнему. Уже достаточно настолько, чтобы говорить о них подробно и обстоятельно. Паша приводит тут же притчу, пример, подобный человеку, который ищет жемчужину. Если человек на пляже, на берегу моря, в песок у него упала какая-то дорогая вещь, то, понятно, он начинает искать её и ищет её в песке, как можно найти маленькую вещь в песке, просеивая песок через сито, иначе не найдёшь. Но как только, и так он может просеивать всё это сито, как только он нашёл ту самую жемчужину, которая упала у него в песок, то он тут же бросает своё сито, бросает свой песок, отныне он занимается только жемчужиной. Так и здесь. Пока из всего сонма народов выделялся еврейский народ, так, Всевышний как через сито просеивает огромное-огромное количество песка, пока наконец не выделяется. Вот здесь вот строится еврейский народ, как только еврейский народ уже построился, он сформировался пока что как семья, как клан, из которого в дальнейшем построится народ. С этого момента Всевышний не занимается больше другими народами. На Исаве история, изложение истории других народов Тори завершилась полностью, отныне в фокусе внимания только еврейский народ, подобно тому человеку, как Тори нашёл жемчужину, теперь он занимается только с ней, так и Тори занимается отныне только семейством Яакова, от её первых шагов до конечного её расселения в стране Израиля, что уже выходит за рамки, за пределы повествования Тори, что уже завершается только в книгах пророков, книге Иошуха. Это первое объяснение, почему сказано «поселился», а не сказано, что Яаков жил в земле проживания своего отца. И ещё одно истолкование приводит Раши. Это уже значение другое. Известно, что основное учебное заведение в близком народе называется Яшива. А почему оно называется Яшива? Что это сидельня? Потому что люди там сидят, когда они учатся. Навряд ли. По крайней мере, известно, что в древности, так написано, что в древности люди из уважения перед изучаемым предметом, перед Торой, они учились стоя. И даже когда они учились стоя, это называлось Яшива. Почему же называется Яшива? Яшива лучше для того колоссального интеллектуального напряжения, которое необходимо для понимания Торы, необходим Яшув-даат. То есть нужно находиться в состоянии, когда тебя не отвлекают всякие другие вещи, когда голова у тебя не затурканная, как говорят, когда голова у него не забита какими-то посторонними вещами. В таком состоянии, вот это вот состояние спокойное, при котором человек может рассуждать, оно и называется Яшув-даат. Вот к этому и стремился Яков. Об этом он надеялся, что вот сейчас после всех тех бед и всех тех испытаний, которые прошли с ним, и всех сложностей после его побега из дома, и сложностей пребывания в доме у Лавана, и всех трудностей, которые он жил в пусти, и после всего этого вот теперь как раз он может начать действительно строить свою семью так как надо в спокойствии и благополучии. Как говорится, не тут-то было. Буквально со следующей же фразы начинаются проблемы. И так пишет Раши. «Захотелось Якову жить спокойно. И тотчас же постигло его несчастье с Юсефом». Вся неприятность, которую вызвали раздоры в семье. Это, говорит Раши, общий принцип. Стоит праведникам хотеть жить спокойно, как Всевышний говорит, что это мало праведника, потому что ему готово на грядущем мире, они хотят ещё и в этом мире жить спокойно. Не получается спокойствие. Спокойствия для праведников в этом мире нет. Это то, что мы видим на этой самой, на примере этой истории. Ну, пожалуй, можно перейти к следующей фразе. Вот, что дальше в оригинале. «Эле Тулдот Яков». Вот Тулдот Якова. Какие это Тулдот Якова? 17-летний Юсеф, Павел Скотт, вместе со своими братьями. А он отрок сыновьями Билли и сыновьями Зинкой, жены его отца. Как понять здесь эту фразу Тулдот? Тулдот вообще… Это слово Тулдот. Слово Тулдот происходит от корня лаледы, что означает прожать, родить, прождать, может быть, более, если уже уточнять. Скорее всего этим словом обозначаются потомки. То есть, «Эле Тулдот Якова» самое простое значение сказать, что вот потомство Якова. Но если так, то дальше должно быть перечислено это потомство. «Элвен», «Шимон», «Леви». Оно перечислено в Тури. Даже не раз. Но не здесь. Здесь из всех потомков Якова, из всех его сыновей, поминайте только один Юсеф, 17-летний Юсеф. Вот потомки Якова, если я привожу «поток», Тулдот, потомки. Вот потомки Якова, 17-летний Юсеф, паскот вместе со своими… А где здесь потомки? Один потомка всего. Но, несмотря на это, Ибн-Эзра именно так и объясняет, что имеется здесь… Простите, ряд комментаторов так и объясняет, что имеется здесь в виду всё-таки потомки. Как же так? Что может быть, если это не потомки? Ибн-Эзра говорит, есть второе значение у этого слова «тул-адот», имеется в виду события истории. И в действительности это слово может употребляться в таком значении. Например, в современном языке словом «тул-адот» обозначают историю. Так, «тул-адот» – «Исраэль» – что означает? «История Израиля». Что ж тогда мы скажем? Что Тора даёт здесь по-ебн-Эзре, она даёт здесь такой заголовок «Вот история жизни Якоба». Что произошло? Иосееву было 17 лет, и он поссорился со своими братьями, и пошло, пошло, пошло. Ряд комментаторов возражают. Слово «тул-адот» всё-таки не подходит. К чему самое главное не подходит? «Тул-адот» и «Аков». В общем, «тул-адот» может быть действительно объяснено как события происходящие. Но эти события – они не «тул-адот» и «Аков». И самый Бунезра чувство это он приводит, когда он спрашивает, где мы видим использование вот этого глагола, этого глагольного существительного в значении событий, происшествий, бытия. Вот, пожалуйста, Майер и Дьон, что порождает день? На что отвечает Рамбан, например, из его возражения? Это неверно, потому что дни порождают, действительно, есть порождение времени, день порождает, всё это понятно. Но ведь здесь же не сказано «вот порождение времени», здесь сказано «элю тон-адот» и «Аков», «вот порождение Якова». Человек не создаёт события в своей жизни. События жизни другие создают. Человек реагирует на происходящее в жизни событие, но не он создаёт эти события, конечно. Поэтому события – они порождение времени, да, но они не порождение Якова. Поэтому Рамбан отвергает комментарий Бунезра. Ну, а что тогда, а как объяснять? Тогда дети, потомки, возвращается вопрос, а почему же тогда вместо того, чтобы перечислить всех потомков, Торо упоминает здесь только одного Йосефа, которому было 17 лет, и он пас Скотт. Посмотрим, как отвечает на этот вопрос Раши. Вот потомки Якова, то есть он не как Ибнезра. Раши предпочитает объяснить, что здесь имеется в виду потомки. Ну а почему же только Йосеф? Раши имеется в виду так. А эти не потомки Якова, а потомков Якова. Что означает? Что здесь пропущено важное слово, которое только подразумевается. А вот это вот расселение потомков Якова. То есть Раши связывает это с тем, что он объяснил раньше по поводу слова «воейшеба» – поселился. Сначала Торо рассказала очень коротко о расселении его семейства всех потомков Исава. Куда пошел Исав, где он поселился, где поселились коротко все его потомки, как они там устроились, кого они выгнали, с кем они повоевали, с кем они устроились. А вот теперь с этого момента мы начинаем подробнейшим образом рассказывать поселение Якова. Стоп. Но до поселения Якова еще много-много-много лет, десятки-десятки лет, и много глав Торы. Расселение это закончится уже только в самом конце, уже на страницах книги «Ушо». Верно. Но начало-то все берет отсюда. Пока еврейский народ не доберется до своего окончательного расселения, пока не уйдет в Египет, пока не выйдет из Египта, пока не пройдет через пустыню, пока не расселится, так вот это, а вот сейчас то, что мы начинаем читать эти главы, говорит Тора, это потомков Якова, то есть это расселение имеется в виду, потомков Якова, это их расселение, происшедшее с ними, то есть не только расселение, ведь до того, как дойти до расселения, еще должно много пройти, достаточно много происшествий, прежде чем они поселились уже окончательно, основательно в своей стране. Исходная точка, самые первые причины, исходная точка, откуда все начинается, это история с Юсефом. Не будьте, не будьте этой историей с Юсефом, а именно с нее начинается то, что попадает еврейский народ в Египет, потом исход из Египта, а все начинается с Юсефа. Это их привело к тому, что они попали в Египет и так далее и тому подобное. Это, говорит Раши, Пшат, то есть простое значение этого стиха. Простое значение этого стиха – это не вот потомки Якова, а вот расселение потомков Якова. А теперь Медраж. Раши привело к Медражу, потому что с Пшатом все-таки достаточно сложно, ибо одного серьезного слова не хватает. Одно серьезное слово важнейшее – расселение, оно здесь отсутствует. Оно подразумевается только, но отсутствует. Не очень это гладко, поэтому Раши не останавливается на Пшате и приводит Медраж, который требует, как мы знаем, этим отличается объяснение Пшат и Драж. Пшат объясняет иносказательно. Перед Пшатом обычно нужно сказать «имеется в виду, как бы», хотя сказано «вот потомки Якова», имеется в виду «вот расселение потомков Якова», а Медраж требует понимать буквально, как написано, так и понимает. «Вот потомки Якова». Кто потомки Якова? Йосеф. А погодите, их же было 12 сыновей Дорды. Нет. Не понял. Потомков Якова Писание ставит в зависимости от Йосефа по нескольким принципам. То есть, он как бы все главные, главный потомок, главный основной потомок Якова – Йосеф. Все остальные второстепенные. Поэтому, когда упоминают с Йосефа, а остальных, можно сказать, и Иже с ним. Почему? Три причины приводит наш. Во-первых, Яков служил Лавану только из-за Рахеля. Верно, что у него родились еще сыновья. Но если бы не Рахель, не остался бы Якову Лаван, не женился бы на Лее, не было бы у него остальных детей, ни Рувена, ни Шимона, ни Леви. Все в конечном итоге из-за Рахели. А старший Шин Рахели – это Йосеф. Во-вторых, лицом Йосеф походил на него. То есть, потомки Якова, если посмотреть на этого человека, на Йосефа, если бы посмотреть, кто-нибудь посмотрел на него издали, тут же бы увидел, о, Яков. Это настоящий потомок, который всем-всем напоминает своего отца, даже в нежности. Третье. Мы видим, что все, что произошло с Яковом, произошло и с Йосефом. Настолько действительно потомок. Потомок тот, кто… То, что остается от человека в этом мире, это его потомство. И здесь мы видим главный потомок, главное потомство Йосефа. И поскольку он главный, поэтому и события его жизни, не только его внешность, но и события его жизни тоже напоминают, удивительно напоминают события жизни его отца Якова. И Раша дает несколько примеров, не входя в это подробно, но коротко дает. Во-первых, того ненавидели и этого ненавидели. Якова ненавидел. Яков испытывал на себе ненависть, Йосеф тоже испытает на себе ненависть. Того брат хотел убить, Исаф хотел убить Якова. И этого братья хотят убить. С Йосефом тоже это случилось. Ну и еще много общего. Приводится там Медраш и Раша в это не хочет входить. Понимаете? Итак, два объяснения в Раше, почему сказано. Как нам понимать, что вот потомки, с одной стороны, если мы переведем, вот потомки Якова. А почему упомянут только Йосеф? Имеется в виду, что вот расселение потомков Якова. И первая причина того, что они в конечном итоге расселились – это долгий процесс, который начинается с того, что Йосефу было 18 лет, и он паскот – это Пшат. Драш, что из всех потомков Якова верных было много, только, но главный, основной – это Йосеф. Так объясняет Раша. Промбан, в принципе, он идет по пути Раши, т.е. в одном он солидарен с Рашей, что слово Туладот он переводит как «потомки», не как «события жизни». С этим он не согласился. Но, с другой стороны, он не хочет прибегать к Медрашу, который говорит, что, говоря о потомках, можно указать на Йосефа. И вот это вот «потомки Якова», поскольку он главный. Хочу сказать так. Когда упоминаются здесь потомки, почему они все не причислены? Да потому, что совсем недавно, в предыдущей главе, совсем-совсем недавно Тору уже один раз их причислила. И было сыновей Якова 12, и дальше она причислила. Поэтому не нужно Торе еще раз повторять их имена, ибо известны они уже, уже перечислены не раз, достаточно их только упомянуть кратко. Йосефа отдельно упоминают, т.е. Эле, Тулдот, Яков, Йосеф имеется в виду, вот «потомки Якова» – это все братья и Йосеф. Идем дальше. Дальше тоже не легче. Опять трудный стих. Когда бывает обманчивое впечатление, когда люди читают в переводе, переводчики всегда стараются сгладить все шероховатости, все сложности, чтобы у них был литературно гладкий текст. Но в оригинале этот текст очень шероховатый. Вот если его со всеми шероховатостями, его ничего не сглаживая, перевести, то получится такая штука. «Семнадцатилетний Йосеф пас скот вместе со своими братьями». «Он отрок, я, в общем, знаю, что он отрок, отрок юноша, 17-летний был. Конечно, он отрок, а причем где, что он отрок, как можно быть отроком с кем-то? Нет таких выражений, если что». Раши. Раши говорит, что слова «он отрок». Не следует понимать это как, что слово «отрок» здесь – это несуществительное. Слово «отрок» означает его образ поведения. То есть, когда мы говорим, что человек ребятчица, что мы имеем в виду? Что человек уже, может быть, не самый юный в возрасте, но ведет себя как молодой парень, ребятчица. То же самое здесь. «Он отрок» не имеется в виду, что указание его возраста, потому что сказано еще выше, ему было 17 лет, но имеется в виду, что он вел себя как отрок, расчесывал волосы, следил за своей внешностью, чтобы выглядеть хорошо. Люди более взрослые, их уже меньше волнует в вопросах внешности, а Юсеф вел себя здесь как совсем молодой парень. Тогда как понять продолжение «а он отрок сыновьями Билли?» Каким образом? То, что он расчесывал себе волосы и то, что он себе ухаживал за своими глазами или подводил свои глаза, каким образом это относится к сыновьям Билли и сыновьям Зилпы? Ютранша, да, действительно, не относится. Это уже дополнительно. Во-первых, он отрок, т.е. вел он себя еще как совсем молодой парень, это первое. Может быть, тем самым Тора хочет здесь нам уже дать некоторые предисловия к тому, как понимать его дальнейшее поведение, которое не всегда кажется нам, казалось бы, понятным. Ну, что вы хотите, молодой парень. А то, что написано дальше «сыновьями Билли», иначе говоря, имеется в виду… Как только сказано «иначе говоря, имеется в виду Пшатка». Значит, каков Пшатка? Что он в основном-то общался с сыновьями Билли и Зилпы. А почему именно с ними? А почему не со старшими братьями, сыновьями Леи? Это именно потому, что братья пренебрегали ими, ибо они были сыновьями служанок Билли и Зилпа. Они, первоначальный их статус был, обе они были служанками двух сестер, двух жен Якова, Леи и Рахели. Только уже в ходе семейной жизни получилось так, что Яков и на них женился, и они отныне стали его женами. Но всё-таки первоначальное их положение, первоначальный их социальный статус более низкий. Поэтому, говорит Раши, старшие братья пренебрегали сыновьями Зилпы и Билли, видя в них сыновей и служанок, и не относились к ним как к равни. Именно поэтому Йосеф, встав здесь в оппозицию старшим братьям, видя здесь, что нехорошо они относятся к своим младшим братьям. Именно поэтому он старался быть близок именно с ними, а не со старшим братьям. То есть, занимал здесь некоторую оппозицию старшим братьям. Как объясняет Раши. Если посмотрим следующий стих. И доводил Йосеф худые слухи о них до отца их. Я обвиняю, получается. Объясняет Раши обо всем дурном, что он замечал за своими братьями, сыновьями Леи, он говорил отцу. Получается, что он я бедничал. Время он в основном проводил с сыновьями Билли и сыновьями Зилпы, с младшими своими братьями. Хотя, безусловно, можно было бы по тексту понять как раз по-другому. Ведь если мы прочитаем, что он отрок с сыновьями Билли и сыновьями Зилпы, то есть, он в основном проводил время с сыновьями Билли и сыновьями Зилпы, и доводил Йосеф худые слухи о них. Так было бы проще объяснить. Но Раши, поскольку он объяснил, что то, что Йосеф был сыновьями Билли и Зилпы не потому, что так просто получилось, не потому, что их возраст их роднил или что-нибудь в этом роде, нет. Здесь Йосеф старался быть с ними именно, поскольку старшие братья ими пренебрегали, то тогда, конечно, у него должно быть, если уже есть некоторая конфронтация, то тогда уже Раши продолжает, что худые слухи он доводил до отца своего именно о старших братьях, а не о младших. Это позиция наша. Харамбан задаёт здесь серьёзный вопрос. Если так, говорит Харамбан, давайте посмотрим продолжение. Мы знаем, к чему всё это привело. В конечном итоге братья решили сначала убить Йосефа, а потом решили кровь не проливать, ну, по крайней мере, сбыть его с рук так, чтобы его не было в семье и продали его в Египет. Чё это было решение? Скорее всего, скорее всего, инициаторами были старшие братья. Но тогда почему младшие братья не вступились за Йосефа? Если старшие братья относились к ним плохо, они ими пренебрегали. И именно поэтому Йосеф старался быть с младшими братьями. И более того, ведь то, что написано, что он доносил худые слухи на старших братьев, в чём Йосеф их обвинял? Одно из обвинений я читаю дальше в Раше. В чём он их обвинял? Говорил отцу, что сыновья Леи ели мясо от живого животного, от неубитого животного, пренебрежительно относились к сыновьям служанок, называя их рабами, и что подозреваемы в распутстве. И за это братья его и возненавидели, за то, что он не обвинял. Но ведь среди всего того, что он не обвинял, есть именно то, что он обвинял старших братьев в том, что они пренебрежили к младшим, называя их рабами. Если за это братья старшие его возненавидели, если за это они хотят его и убить, или продать, то, по идее, совершенно естественно, что младшие братья должны были за него вступиться. Ведь именно из-за них Йосеф пошёл на конфликт со старшими братьями. Почему же они его не спасли? Что скажем? А может они боялись старших братьев? Давайте посчитаем, кого здесь было больше. Сам Йосеф. Плюс ещё к тому же Рео Увен, который в дальнейшем считал, что нельзя, хотя он был сыном Лея, но считал, что нельзя здесь винить Йосефа девчонку, поскольку он его воспринимал адекватно. В итоге на арт. То есть молодой парень. Что от молодого парня хотите? Это просто по молодости такой поведение, не то, что он такой… Плюс четверо сыновей Зимпы и Эбили. Получается, что их было большинство. Поэтому они, безусловно, могли бы побороть старших. И если так будет Ромбан, то неясно. Не сходится продолжение всей этой истории с той картиной, которую нам рисует здесь Раши. Картина Йосефа, вступившегося за своих братьев и из-за этого входящего в конфликт сыновья Милеи. Поэтому Ромбан объясняет всё совершенно иначе. А именно, как мы понимаем этот стих? Я ещё раз его зачитываю. «Семнадцатилетний Йосеф пас скот вместе с своими братьями, а он отрок сыновьями Биле и савьянами Зимпы». Самая первая грамматическая сложность в этих самых словах. «А он отрок сыновьями Биле и савьянами Зимпы». Как можно быть отроком с чьими-то сыновьями? Ромбан совершенно верно. Это вообще не сюда относится. Имеется в виду так. «Семнадцатилетний Йосеф пас скот вместе со своими братьями. Он, Йосеф, он отрок». То есть, это слово, оно относится с точки зрения смысла к самому началу фразы. «Семнадцатилетний Йосеф отроком он был». «Он пас скот вместе со своими братьями». С какими братьями? С сыновьями Биле и сыновьями Зимпы. И будучи всё время с ними. А почему он был с ними? Потому, что это была какая-то его оппозиция старшим братьям. Да нет. Совершенно естественно. Поскольку он-то был ещё малолетний. Он-то был ещё на Арус. Да. Малолетний. Поэтому отец о нём беспокоился. И отец хотел, чтобы за ним был присмотр. Поскольку он ещё не взрослый парень. Кто за ним присмотрит? Сыновья Биле и сыновья Зилпы. Они по возрасту к нему ближе. Да и положение их. Они сыновья служанок. Поэтому естественно будет для них, что они будут за ним ухаживать. И они будут за ним наблюдать. А не старшие взрослые братья, сыновья Леи. И поскольку он находился всё время с ними. С ними он постоянно находился. Поэтому на них-то он и ябельничал. И так и вышло у Йосефа. Что в конечном итоге мы видим, что в этой истории с его продажей все были за продажу. Все были за то, чтобы с ним что-то нужно делать. Не было между ними никаких расхождений. Единственный, кто был против, это был Рувен. Все остальные единогласно. И младшие братья и сыновья Биле и Зилпы ничем не возражались старшим. Значит, у всех были претензии. Только претензии разные. А именно. Что касается младших братьев. Они его ненавидели за то, что он на них доносил. Естественно, где вы найдёшь человека, который любит, когда на него доносят. А старшие братья, на которых он ничего не доносил. Потому что у него компромата на них просто не было. Поскольку он не с ними был. Он всё время был с младшими. А они его за что-то ненавидели. А это, как сказано дальше. Потому что они ему позавидовали. И за его снов. И за его поведение, которым он явно показывал, что он собирается властвовать над ними. И возвеличиться над ними. Это было причиной неприязни, зависти, а потом уже и ненависти старших братьев. Младших братьев, сыновей Билли и Зинпы, которые были сыновьями служанок, это мало трогало. Им не было так кисло от мысли от того, что Юсеф будет над ними возвышаться. Они сами достаточно сохраняли своё скромное семья положение. Какие же у них были претензии к Юсефу? Его доносительство. Так он восстановил против себя всех. Это объяснение Рамбана. Теперь я хочу вернуться к объяснению Раши. Посмотреть его более подробно по поводу вот этих вот самых доносов. Естественный вопрос, если есть доносы, самый первый вопрос, доносы эти, это истина или это клевета была? Он просто доносил или он клеветал? Ну и даже если мы скажем, что он доносил и всё была правда, тогда два дополнительных вопроса. А как же может быть? Как можно себе представить, что сыновья Якова, их можно обвинить и возводить на них такие обвинения, что они действительно так себя обвинили? И наконец последний вопрос. А в любом случае, а я бедничать, а доносить? Это что? Это правильно? Вот круг вопросов, которые мы должны решить. Смотрим Раши. Обо всём дурном, что замещал за своими братьями и сыновьями Лей, Хосеф говорил отцу, что они ели мясо от живого. Это единственная заповедь, относящаяся к кашруту, которая обязывает любого человека и в том числе, конечно же, семейство Якова, которые не имели ещё тогда статуса евреев и не обязаны были исполнять 613 заповедей, но семь заповедей сынов Ноаха не обязаны были исполнять, и одна из этих заповедей запрещает есть мясо животного до того, как оно убито. Мясо от живого. Второе в том, что они пренебрежительно относились к сыновьям служанок, называя их рабами, и что подозреваемы в распутстве. То есть, может быть, немножко сильно сказано, имеется в виду, что они несколько легкомысленны в области отношений с женщиной. Так что можно их подозревать, что что-то там, по крайней мере, подозрительное их поведение. И в соответствии с этими тремя обвинениями он был наказан. Будет раньше, что получил Юсеф наказание. Мера и замера. В чём? И закололи козлёнка. Когда Юсефа продавали и хотели создать видимость того, что его растерзал хищный зверь, то решили снять его рубашку, окропить её кровью для того, чтобы достать кровь. Написано, что закололи, зарезали козлёнку. Видно, что даже для того, чтобы достать кровь, никто не проделал отверстие, дырку не сделал в каком-нибудь козлёнке, а даже для такой цели, не только для того, чтобы есть, а даже для такой цели, чтобы окропить кровью, то его зарезали. А уж тем более, что не ели его живыми. А за то, что он сказал своих братьев, что они называют младших братьев рабами, за это он сам поплатился очень сильно. За то, что он был пронан в рабство. Здесь уж прямо мера из-за меры очевидно. А за обвинение в распутстве. То, что он сам потом очень сильно запутался в подобном обвинении, когда жена Путифара сначала домогалась его, а потом его же обвинила в том, что он домогался. Если, говорит Раши, что он получил наказание за это, значит его поведение здесь было неправильно. То есть братьев обвинять на самом деле в этом было неправильно. Поэтому есть наказание. А что же это значит? Что он клеветал? Тогда перед нами вообще какой-то исчади ада? Нет. Он и не клеветал. А здесь происходит достаточно частая ситуация, когда люди, глядя на, получая какую-то информацию, даже видя что-то, какую-то фрагментарную информацию, не зная, что было до того, не зная, что будет после этого, когда люди делают какое-то суждение. И хотя вроде бы по той информации, которая сейчас есть перед ними, они делают правильный вывод, но на самом деле ничего общего к действительности это не имеет. Тому достаточно примеров. И здесь это, безусловно, так можно объяснить. То есть на самом деле ничего предосудительного сыновья Леи, братья Йосефа не делали, но вместе с тем их поведение наводило на подозрение. И как человек молодой, а для молодого человека это вполне естественное поведение, человек молодой, он рубит с плеча, у него отношение к правде всегда очень резкое, у него мир чёрно-белый, никаких тонов посередине у молодых людей нет. Поэтому он и поспешил вынести вот такие вот суждения о своих братьях. В качестве примера комментаторы приводят, скажем, с точки зрения закона Аллахи, верно, что нельзя есть мясо не убитого животного, но это мясо обычного животного. Но если это, скажем, зарезали корову, а после того, как зарезали корову, вы выяснили, что у неё был плод у неё в животе, и этот плод, почти корова была на сносях, и он может продолжать таким образом жить, благодаря такому своеобразному кесаревому сечению, которое корова его перенесла, то вот такой вот, поскольку мать его уже зарезали, то он, как часть организма матери, ещё не родившись, он рассматривается как уже зарезанный, он может ходить после этого ещё на четырёх ногах и жить до возраста почти 20 лет, но он всё равно уже зарезанный, и, в общем-то, строго говоря, его не нужно резать для того, чтобы съесть кусок его мяса. Но люди, которые увидят, если кто-то действительно подобного быка, который когда-то был плодом в чреве своей матери, когда мать зарезали, увидят, что от его ноги кто-то отрезает кусок мяса и бросает в суп, то, понятно, посмотрят, увидят здесь жуткий вандализм, увидят здесь людей, которые едят мясо от живого, хотя, на самом деле, строго говоря, по закону им это можно. И так с остальными обвинениями тоже. Безусловно, человек иногда может соблюдать очень строго все правила скромности и разделения между полами, но вместе с тем в какой-то ситуации может возникнуть ощущение или сомнение, что у него слишком легкомысленное отношение с девушками и так далее. Так что классическая ситуация, в которой вроде бы все правы, виноватых нет, а ссора возникает. Братья не понимали, почему их обвиняют в таких преступлениях, когда они ничего этого не делали. Стало быть, они, впечатление, которое у них сложилось о Юсефе, что он клеветник попросту, а у него сложилось впечатление, что он имеет дело с людьми не самыми, мягко говоря, не совсем правильными себя ведущими. И он видел здесь, своим долгом необходимо сообщить об этом отцу, поскольку отец – человек, который занимается воспитанием своих детей, и он может на них повлиять. Он может исправить их поведение. Ещё одна деталь, которая заставляет здесь задуматься. «Всё, что произошло в дальнейшем с ним, было меда, кем негет меда, мерой за меру». Он обвинял своих братьев в том, что они называют младших братьев, сыновей и служанок называют их рабами, и за это он был продан в рабство. Ну, очевидно. Второе – он их обвинял в том, что они подозреваемы в распутстве, ну и он сам влез в такую историю с женой Патифара, имел цорос достаточно из именно этой области. Тоже мерой за меру. А вот первый пример, он совершенно непонятен. Что там сказано? Что когда Юсефа продавали, то братья, желая запачкать его рубашку кровью, закололи козлёнка, зарезали его, его кровью окропили. Значит, могли бы сделать в нём дырку в живом и покропить, они этого не сделали, они его зарезали. А в чём здесь наказание Юсефа? То, что её продали в рабство – это наказание. Понятно. Вот он наказан. Быть рабом – ещё какое наказание? То, что жена Патифара его домогалась и в конечном итоге сгноила его в тюрьме – тоже наказание. Ещё какое наказание? Иметь дело с такой и с такой особой. А потом ещё попасть из-за неё в тюрьму. Какое наказание? А где здесь наказание в том, что он своими глазами увидел, как братья зарезали козлёночку? Сюда мы должны сделать очень важный вывод. Что, когда мы говорим вот этот известный принцип «медак и негед меда», «меры и замеры», это не всегда речь идёт о воздаянии. Точнее, почти всегда о другой. О чём же идёт свеча? Не о том, что Всевышний наказывает человека, а о том, что Всевышний посылает человеку неприятности, цель которых – пробудить человека и показать ему, что он неправ. Почему его нужно будить? Уже человек в тот момент, когда он выбрал какой-то определённый образ действий, свой путь в жизни, ему кажется, вот он по нему идёт, и вот так оно и правильно. А может быть, вовсе даже неправильно поступает. Не так это будет делать. Всевышний не будет ждать, пока этот человек наделает кучу грехов, а потом с ним уже и расправится, и будет воздаять. Нет, Всевышний пытается помочь человеку выбраться, вернуться с того неправильного пути, к которому он идёт. И поэтому Всевышний посылает человеку различные события в жизни, в которых, как в зеркале, отражаются его же собственные ошибки. И если человек только внимательно посмотрит на события своей жизни, то он и видит, что эти события – звоночки. Почему Всевышний ведёт себя человеком мирой за миром? Не потому, что так вот будет человек получать по голове. Нет. В этом-то и цель. Это не наказание. Когда наказание, оно может быть любым. Абсолютно неважно, будет оно мирой за миру или не или не мирой за миру. Какая разница, как? Это не наказание, а это звоночек человеку. Смотри, ты не прав. Ты ведёшь себя совершенно неверно. Здесь, по отношению к Юсефу, это было необходимо. Не наказание было ему. А Всевышний должен был ему показать, что он по отношению к своим братьям неправ. Он рубит с плеча, у него всё чёрное-белое. Они на самом деле, хотя те вещи, в которых он их подозревает и обвиняет, они не виноваты в этом. Это неверно. Вот он ему и показывает. Прежде всего, он ему показал прямо, чёрным по белому, зеркало. Ты говоришь, что они... Ты их обвинял в том, что они едят мясо от живого. Вот тебе, пожалуйста. На твоих глазах, даже для того, чтобы только получить кровь и покропить её, они их зарезали козлёнка. Видел? Видишь? Теперь ты понимаешь, что это было напрасленно. Понял. Дальше. Вторые. Вторые звоночки. Второй и третий звоночек. Они были уже не такими очевидными. Нужно было ещё внимательно посмотреть. Ведь очень часто бывает, что человеку есть такой звоночек. Всевышний звонит ему, а человек не понимает. Он это объясняет как-нибудь по-другому. Какой был второй звоночек? То, что его продали в рабство. Почему именно так с ним случилось? Как это могло быть? Из-за чего? Ага. Рабство. Рабство. Ничто-нибудь другое. Не язва желудка у него случилась. Ни ногу он не поломал. Ни что-нибудь. А в рабство он пропал. И если он внимательно обдумал это, должен был прийти к выводу. Быть может, всевышний мне показывает, что то, что я обменял своих братьев в том, что они называют детей из лужанок раба. Может, это было неверно? Может, я здесь неверно решил? Может быть, этого на самом деле не было? Или я не должен был об этом говорить? Третье. Третий звоночек. История с Патифаром. Почему так получилось? Как только ИСФ, казалось бы, добился в Египте достаточных успехов, из простого раба, который работал на поле, он стал сначала лакеем, он стал прислуживать своего господина, а потом стал и управляющим всего его поместья, всего его имения. Ну, казалось бы, всё хорошо. И тут случается история с Патифаром. Его не обвинили в воровстве, его не обвинили в растрате, его не обвинили. История с женой Патифаром. Почему именно это? Как это? А-а-а. Потому что он говорил про своих братьев, что они слишком легкомысленно относятся. Их слишком легкомысленные отношения с девочками. Вот что означает «медак и негед меда». Мера и замеру – это те звонки, которые мы получаем от Всевышнего с более или менее прозрачными намёками. Нам остаётся только эти намёки правильно прочитать и правильно истолковать. С Йосефом это, как мы в дальнейшем узнаем, произошло именно так, как надо. Он всё правильно понял. Ну, и ещё один стих мы успеем сегодня объяснить. «А Израиль убил Йосефа более всех своих сыновей, потому что тот был сыном его старости и сделал ему разноцветную рубашку». Что такое «сын его старости»? Дальше говорит Пшат самый простой. Ну, Йосеф родился на старости жизни, он не был, правда, последним, но всё-таки родился он на старости жизни. То, что называется мизынок, ребёнок, который рождается на старости лет и, естественно, к такому ребёнку испытывают всегда большую симпатию, чем к любому другому. Вполне естественно. Продолжает Раши. А Ункилус перевёл вот это слово «бен закунин». Ункилус перевёл на основе того, что сказано в Талмуде в трактате «Кедушинь», что слово «закен» вообще означает, это аббревиатура «зэ-кана-хохма». Старец – это не просто человек, у которого биологический возраст высокий или у него в паспорте написано, что ему уже много лет. Имеется в виду, старец – это человек мудрый. Старейший. Старейший – это не просто люди пожилые, это люди, которые благодаря своему возрасту, они ещё и умудрились. То же самое здесь. Стало быть, «бен скунин» означает, что вся та мудрость, вся та премудрость, которой обладал Яков, которую он выучил и от своих учителей, и от своих родителей, всё это он, прежде всего, передал Йосефу. И ещё, говорит Раши, дополнительное объяснение, то, что мы уже упоминали, что своим лицом Йосеф походил на Якова. А Равирш говорит, что вот это вот выражение «сын старости», оно означает вот что. Довольно близко к тому, что говорит Раши, только здесь ещё одна стадия. Человек в старости, естественно, задаёт себе вопрос, ну, а что дальше? Я в какой-то день неминуемо уйду из этого мира. А будет ли тому продолжение? Человек хочет, чтобы кто-то продолжил его путь, его путь в жизни. Так вот, в ком, прежде всего, Яков видел продолжателя своего пути? Кто он тот человек, который наследник, наследник всех его духовных достижений? Это, прежде всего, Йосеф. То есть, пока, если Йосеф будет продолжать его путь, то Яков продолжает свои старости, несмотря на свою старость и несмотря на уход из жизни, он будет продолжать жить, ибо Йосеф продолжит его путь. Из всех, из всех двенадцати братьев наибольшим, наилучшим кандидатом на то, чтобы быть продолжателем и духовным наследником, в этом Яков видел именно Йосеф, он сын старости. Ну, вот историю уже как в дальнейшем мы уже видим, как начинает завязываться ссора, как начинает зарождаться конфликт. Ну, а следующую стадию обострения конфликта в результате сновидений. Это мы уже оставим на следующий урок, а здесь мы сегодня закончим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.